Игра хоккейного клуба «Саров» против «Рубина» заставила болельщиков изрядно понервничать. В первом периоде гости атаковали саровских спортсменов и практически сразу распечатали ворота соперника. Хозяева льда пытались отыграться, но удача оказалась на стороне тюменского клуба. На последних минутах первого периода игроки «Рубина» отправили ещё одну шайбу в наши ворота. В первом периоде удачно мы забили. Большинство, что не шло в последнее время, много работали над этим. Но сегодня сыграло. Второй период, считаю, соперник полностью доминировал, полностью переиграл, нас задавил, немножко мы поплыли там. Второй отрезок матча показал, что игроки хоккейного клуба «Саров» сдаваться ненамеренно. Взяв инициативу в свои руки, наша ледовая дружина забила «Рубину» две шайбы. Третий период стал решающим для обеих команд. Первые минуты игроки шли на равных, но в завершение встречи гости сумели вырваться вперёд. Итог матча 2-4. У меня нет никому из ребят претензий. Все отдавались, все бились, все четыре звена. Но кто-то был посвежее, кто-то был потяжелее. Несмотря на то, что хоккейный клуб «Саров» открыл сезон не совсем удачно, спортсмены не спешат расстраиваться. Завершается только первый месяц чемпионата ВХЛ. И впереди ещё есть время, чтобы показать себя. У нас молодая команда. Много кто не играл в высшей лиге. Кто-то играл мало в этой лиге. Но, не знаю, как я, я вижу прогресс у нашей команды. Прибавляем от игре к игре. И это ещё только начало чемпионата. Думаю, у нас всё будет хорошо. На сегодняшний день хоккейный клуб «Саров» находится на 13-й строчке турнирной таблицы высшей хоккейной лиги. Поддержать наших спортсменов может каждый. С расписанием игр чемпионата ВХЛ можно ознакомиться на официальном сайте хоккейного клуба «Саров». Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.